Сирийское командование в эти часы сообщает об ударах в южной части страны и в пригородах Дамаска по отрядам группировки «Исламское государство». Запрещена в России. Известно также об успехах армии Асада в центральных провинциях Хомс и Хама. На город Хама террористы готовили масштабное наступление, которое было сорвано точными ударами российской авиации. При ее поддержке была также снята блокада авиабазы в районе Алеппо. Подробности сообщили сегодня в Минобороны России, которая, кроме того, пригласила еще одну группу журналистов наблюдать за полетами. Обо всем по порядку в репортаже Михаила Акинченко. Гул двигателей над аэродромом Мимим не смолкают практически ни на минуту. Только от полосы отрывается один самолет, как на взлет выруливает следующий. Они вернутся уже после выполнения задания. Пополнить боезапас, заправиться и снова вылет. И так продолжается и днем, и ночью. С воздуха российские летчики поддерживают наземные операции сирийской армии, которая сейчас продолжает наступление на позиции террористических группировок. Самые ожесточенные бои в последние дни в районе города Алеппо. Там удалось прорвать блокаду аэродрома Кувейрис. Больше двух лет он оставался в окружении. За это время солдатам удалось отбить не меньше сотни попыток штурма. Теперь же не только сама авиабаза, но и территория вокруг нее под контролем сирийской армии. Эта операция стала одной из самых успешных для правительственных войск за последние месяцы. В российском министерстве обороны отмечают, что немалую помощь авиации оказывают и представители сирийской оппозиции, с которыми в последнее время удалось наладить контакты. Сведения расположения огневых позиций и опорных пунктов боевиков вокруг аэродрома Кувейрис были нам предоставлены сирийской оппозиции. Они были перепроверены, эти данные. Проведена доразведка. И после этого был нанесен удар нашими бомбардировщиками. Хочу также отметить, что активную поддержку наступления в этом районе также оказывало и местное ополчение из числа населения данной провинции. Только благодаря действиям ополчения и правительственных войск в данном районе было уничтожено более 900 боевиков. Среди ликвидированных бандитов, по данным разведки, несколько руководителей группировки Ахра-Рашшам, которая входит в так называемый «Исламский фронт» и связана с небезызвестной Аль-Каидой. Между тем, правительственные войска сейчас продолжают продвигаться не только на северо-восток. Одновременно идут бои и на южном направлении. В окрестностях города Дара нашими войсками нанесены концентрированные огневые удары по группировкам и командным пунктам террористов. Они понесли большие потери в живой силе и технике. Командные пункты уничтожены. В то же время российская авиация продолжает наносить воздушные удары по базам боевиков на всей территории Сирии. Благодаря вовремя полученным разведданным удалось предотвратить попытки захватить город Хама. Сейчас мы фиксируем с беспилотных летательных аппаратов, что боевики в данном районе приступили к оборонительным действиям, в частности к оборудованию и форционному сооружению позиций. Всего за последние сутки, по данным Минобороны, нанесены удары по 300 объектам террористов. За один вылет российские летчики теперь уничтожают сразу несколько целей. Обо всем этом военные подробно информируют журналистов, в том числе и иностранных. Очередная группа представителей американских, европейских, азиатских и ближневосточных средств массовой информации побывала на российской авиабазе Хмеймим. Взлеты, посадки, обслуживание самолетов, какими ракетами и бомбами их снаряжают, минимум секретов, максимальная открытость. У меня еще не возникало таких вопросов, на которых я не получал бы ответ. Разумеется, есть какие-то вещи, которые считаются военными тайнами, это нигде и не расскажут. А вот в целом, как бы доходчиво, достаточно объективно нам все рассказывают, и я лично доволен. Если ранее США были главными арбитрами в вопросе Ближнего Востока, сейчас в него активно вмешивается Россия. Многие страны, включая Соединенные Штаты, Россию, Иран, Саудовскую Аравию, начинают работать сообща и уже вступили в переговоры по Сирии. Надеюсь, это сотрудничество даст результаты. Кроме демонстрации и боевой техники, военные показывают и, казалось бы, самые укромные уголки авиабазы, кухня, хлебопекарня, столовая, магазины, душевые и жилые модули. О своих первых впечатлениях корреспондент греческого телеканала уже успел поделиться со зрителями по телефону в прямом эфире. Говорит, у него в стране война в Сирии – одна из самых злободневных тем. Сотни тысяч беженцев из Сирии, начиная с мая месяца, уходя отсюда, переходя через Турцию, потом в Грецию, греческие острова и так далее. Поэтому нас очень интересует в Греции, что происходит тут. И, конечно, вопрос, и многие простые греки смотрят с надеждой, сможет ли Россия переломить ситуацию, побороть ИГИЛ во многом, ну и, конечно, вместе с наземной операцией с сирийской армией. За два дня репортеры планируют побывать в сирийских городах, встретиться с беженцами и лишь после они вернутся обратно, чтобы подробно рассказать об увиденном. Михаил Акинченко, Вадим Денисов, Валерий Севастьянов, Виктор Аверин. Первый канал. Сирия.